В данном виде ролика я бы хотел озвучить макроэкономическую подоплеку со стороны ФРС. Я еще раз озвучу свою мысль о том, что 2022 год будет форс-мажорным. Почему? Потому что этот год будет ознаменован под флагом центральных банков. В первую очередь центральный банк из США, из рук которых выбилась инфляция. Смотрите, во-первых, КУЕ, абсолютный КУЕ, будет сокращено ближе к марту 2022 года. Смотрите, это рыночное ожидание в адрес ключевой ставки со стороны ФРС США. Как они будут их повышать по ожиданиям рынка. Сейчас ФРС идут на поводу у рынка. Это надо учитывать, потому что рынок понимает, что если ФРС палец о палец сейчас не ударит, доверие стороны рынка в адрес американского регулятора пропадет. Соответственно, смотрите, в марте 2022 года ожидается со стороны рынка ужесточение ДКП от ФРС на уровень 0,5%. 0,25% дефис 0,5%. Май 22-го 0,25-0,5%. Июнь 0,50-0,75%. Жестко, да? Июль 0,50-0,75%. Еще жестче. Сентябрь 0,50-0,75%. Гипер жестко. Ноябрь 2022-го 0,50-0,75%. Видите, пока процентовка большая, но процентовка уже 0,75% и 1% начинает расти. Декабрь 2022-го 0,75% дефис 1%. Еще жестче. И все это говорит о том, что рынок как бы понимает, что цепи поставок будут в мире восстанавливаться в 2022 году. Во-первых. Во-вторых, ФРС обязана будет как-то ужесточать ДКП для сбивания инфляции внутри США. Почему? Потому что под американцами зашаталось властное кресло. Причем у двух партий, республиканцев и демократов. Это надо учитывать. Соответственно, по мере ужесточения ДКП, доходности трежерис будут продолжать падать, скорее всего. Как оно бывало в предыдущие годы. Это говорит о том, что крупные капиталы уже закладывают ожидания будущей потенциальной рецессии, которая будет вызвана именно решением Центрального банка США. Я вчера делал ряд постов на эту тему. Можете их прочитать. Они вышли после 13.00 в контакт-группе, либо в телеграм-канале про рынок акций. Потому что все возможные кризисы вызывались именно за счет решения Центральных банков по ужесточению ДКП. Поэтому крупные капиталы будут наблюдать, как ФРС предпринимает свои шаги. Крупные капиталы будут парковаться в гособлигат США, в трежерис. И доходности по десятилетиям трежерис будут падать. Вот там вплоть до нуля, вплоть до минусового значения. Как они до минуса упадут, сразу мы отчитываем 6-9 месяцев до начала мировой рецессии с переходом в финансовый кризис. Ну и соответственно я, и кстати в данном видеоролике, чего ожидать сегодня вот ФРС, плюс стагфляция тренда, варианты ее развития, плюс кризис 23-24 года. Я сделал более подробный сценарий, как ФРС пойдет. То есть смотрите, текущие действия ФРС приведут мир к новому витку рецессии, к локальной дефляции краткосрочной. Естественно, они этот кризис, рецессию, будут выкупать путем новых печатных денег. Я поэтому говорю, что в 2022 году до середины года я лично ожидаю снижения постепенной инфляции. То есть пика мы достигнем в мировой инфляции 7,5-8% из-за того, что Байден опять примет пакет стимулирования свой, скорее всего в январе-феврале. И, соответственно, отчеты по потребам инфляции в Америке выйдут в районе 7,5-8% уже в март-апрель. После этого периода надо следить за цепочкой поставок, за действием ФРС, потому что как только цепь поставок будет восстанавливаться в абсолютном выражении, а они уже восстанавливаются, к слову говоря, как только ФРС будет постепенно поднимать планку ДКП, ужесточить ДКП, поднимать ставку ключевую, инфляция будет сильнее сбиваться. И, соответственно, доходность тренжерис будет сильнее падать. И вот когда ФРС вызовет цепную реакцию в макроэкономическую цепную реакцию в виде рецессии мировой, ФРС будет и дальше запускать программу КУЕ после рецессии. То есть они и дальше. Американцы уже запустят второй виток инфляции мировой. В данном видео я все подробно сказал. Можете его посмотреть, изучить. Я ссылку на него тоже оставлю под этим видеороликом. Но небольшое примечание. Вот то, что я говорил в том видео, скажу и в этом видео. Да, инфляция в Америке, она вскакнет до 7,5%. Естественно, вот эта первая волна инфляционная, она потом скатится вниз, где ФРС опять будет запускать печатный станок в момент рецессии. Там может и стимулирование опять будут американцы спрямить. Непонятно, что будет. Но вот сценарий просто очевиден. То есть они, бабки будут печатать опять, понимаете? И скорее всего мы увидим второй виток уже инфляции. По сценарию там 61 по 81 год. Вот вторая волна была инфляционная. Там 72 по 75 годы. Это не Армагеддон. Нет, это предупреждение. Потому что как только цепную реакцию в виде рецессии ФРС запустит, на американском рынке будет нечего делать. Поверьте. Вот. Я не говорю, что рецессия будет сейчас. Нет, она будет скорее всего на гражданке 23-24 годов. Скорее всего. По крайней мере нам нужно смотреть сейчас за трежерис, за доходность трежерис. Но то, что американский рынок вырисовывает свой паттерн дивергенции, это как минимум напрягает. Это и в S&P, это в Dow Jones, это и в NASDAQ прекрасно наблюдается. Поэтому с точки зрения макрофактора нужно учитывать то, что я вам говорю. Соответственно, безработица в Америке постепенно восстанавливается. Ждем ее снижения до 3,5% уже в ближайшие полгода. Это тоже негативно. Почему негативно? Потому что политики американские опять будут выходить на подиум. Ему говорят, что все хорошо, экономика восстановилась, бла-бла-бла, 5-10%. Но это сигнал к будущему витку рецессии. Так вот завуалира, как ему из года в год получается. Поэтому смотрите. Если ФРС будет ставку поднимать, начиная с, ну скажем так, сентября 2022 года, на 1%, вдруг, если, понять начнут, рынок американский и все остальные рынки пошатнутся. Я поэтому говорю, что 2022 год будет лихим годом. То есть над тем мы с вами еще более детально поговорим в будущее воскресенье. Эти факторы надо учитывать и, соответственно, к ними готовиться. Я еще раз повторяюсь, кэш не мусор, кэш спасения, по крайней мере для спекулянта. Вот. И эти макрофакторы нужно учитывать уже сейчас. Потому что когда ФРС ставку будут поднимать, они будут ее в любом случае поднимать, думать уже будет поздно. Надо будет просто там действовать. Как действовать? Но если вы работаете в рублевой зоне, то есть в рублевом эквиваленте, то на факторе снижения, ужесточения ДКП, на факторе того, когда инфляция остановится в мире, наш Центральный Банк Российской Федерации будет ключевую ставку спускать вниз. Они ее, возможно, поднимут в последний раз все-таки уже в ближайшем заседании, то есть в январе, в январе-феврале. По-моему, февральник будет заседание, если не ошибаюсь, в феврале. То есть примерно до 9,5% мы ставку-то еще увидим. Там будут актуальны уже ОФЗ российские, которые дают доходность в районе 10-10,5% в 26-й код. Соответственно, как инфляция в мире накоренится вниз, она очень скоро накоренится вниз, пик мы получим, то ЦБРФ будет ставку понижать. Тем самым формальная инфляция в РФ, которую презентует Росстат, ЦБРФ, Минэкономразвитие и прочее, будет также снижаться. Как следствие, ОФЗ 26-го кода туда будут перетекать все деньги рынка. Из фондового рынка, из валютного, товарного, туда, по рублевому сентименту, я имею в виду, по рублевому. Вот, ОФЗ будет просто в доходностях падать, а в курсовой стоимости растет. То есть на этом можно будет два зайца прикончить, то есть на двух зайцах заработать. Как вариант, либо для тех, кто в облигациях не верит облигациям, для вас вклады банковские. Как вариант тоже падает. 9,5% это неплохой доход, между прочим. Это первый нюанс. Второй нюанс, что касается долларовой зоны. Народ будет перебегать такой ситуации в доллары, они уже перебегают в них. То есть не в сами доллары, не в кэш, а в трежерис. В американских гособлигациях, опять же, крупные капиталы это и делают. Вот, соответственно, и в рамках данной ситуации, да, я продолжаю ждать снижения доллара к поддержке 95 и поддержке 94. Вот, пока эти первые два уровня будут активны. Ну, а в остальном, сильного укрепления баксов, я думаю, мы не увидим. Маловероятно это. Но вот на текущих эшелонах, как минимум, можно будет остановиться доллару. Особенно фактор его перегреться ценовой. Вот, поэтому все эти моменты, я считаю, надо учитывать. Как говорится, рынок свои ожидания перестроил в адрес ключевой ставки. Я просто этим индексом наблюдаю напрямую за Федом, Федом ФРС. Вот, за дядей Федей, так называемым. И поэтому рынок свои ставки уже на более высокий эквивалент повышает. То есть 0,5, 0,5, 0,75, потом вообще 1%. В общем, будет скоро весело, уже в ближайшие полгода. Поэтому еще раз рекомендую это видео посмотреть. Ссылку я на него оставлю в любом случае. Ну и, соответственно, повторяюсь, кэш не трэш, кэш спасение. Для спекулянта, если вам удалось заработать на рынке за последние 2 года, согласно нашим прогнозам, там на российском рынке, на американском, промышленные акции, я имею ввиду, промышленные бумаги, волноваться-то нечем. Просто забирайте прибыль, ну и постепененько можете так в кэш, я считаю, выходить. Я сам, в принципе, это и делаю. Что касается китайского рынка, вот если вас это волнует, озвучу мысли еще раз в своем. Там ЦБ Китая будет ставку понижать. Тем самым ликвидность будет он восполнять на своем рынке. Поэтому я полагаю, что 2022 год будет, скорее всего, китайский. То есть не американский, потому что американский в боковике, американский индекс уже вырос за последние 2 года очень сильно. Он обыгрался, вырос на преддверии будущих 2,5-3 лет. На чем расти дальше, пока непонятно. На байбэк и дивидендах нет, потому что байбэк и дивиденды, они сейчас сокращаются в американских компаниях. Вот, поэтому я ставку все равно делаю на промметаллы на 2022 год. То есть платина, вот, китайские бумажки, некоторые. Естественно, соблюдаю риск мель. Естественно, я большую часть капитала выхожу в кэш. У меня уже почти 60% в кэше находится. Постепенно буду копить подушки безопасности в преддверии действий ФРС. Потому что если вы считаете, что вот тоже такой мем в интернете ходит, такие приколы, мол, ФРС ставку будет повышать, да, ставку будет повышать, рынок будет расти. Я не понимаю этого прикола. Почему? Потому что если они будут ставку повышать, доходности по трежерис будут расти, а ток капиталов будет с рынка акций осуществляться. Понимаете? Так оно всегда было. Всегда. И, соответственно, почему в этот раз такого не может быть, я не знаю. Ну, прикола есть прикола. Но толпа реально эти приколы повелась. Мне даже с пеной у рта подобные вещи пытаются доказывать. Я, ну, я офигеваю от логики. Поэтому учитывайте те факторы, которые я вам озвучил макроэкономически. Вот. Ну и принимайте решения, собственно, сами. Я свое решение уже принял, которое непосредственно я озвучил. В общем, будет скоро и весело. Ну, в принципе, на этом все. У нас имеются медиаресурсы в каждом описании под каждым видео. В первом пункте Телеграм-канала, во втором ВКонтакт-группа, в третьем Инстаграм-канал. На эти ресурсы рекомендую вам подписаться, потому что информация, которая уходит там, задержка во время поступает на Ютуб. Также данные медиаресурсы имеют, скажем, в закрепленном сообщении в третьем пункте Телеграм-канал, в четвертом Инстаграм, в пятом ВКонтакт-группа. Благодарю за внимание. До свидания.